Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Сегодня мы с вами кушаем пиццу домашнего производства. Рецепт будет в инфобоксе. Она вот такая вот вкуснейшая. Просто здесь дофига начинки, так как я люблю. И здесь в прямом смысле ведро салата. Скрабуем палочками. Еще у нас здесь напиток капи. Его я уберу в сторону. Немножко разбавила его водой, если честно. Вот. Значит, здесь сосиски. Кюзлямя. Я обожаю эти сосиски. Я всегда покупаю только их. Очень вкусные сосиски. Вчера не было кюзлямя. Я купила какие-то другие. По-моему, кюлямя назывались. Стоили так же. Просто вкус совершенно другой. Вот в кюзлямя чувствуется прям мясо. Люблю качественные сосиски и колбасы. Вот когда кушаешь, чтобы чувствовалось, что ты ешь. Я готова заплатить дорого. Очень нравятся рублевские. А не то, что колбаса, которая стоит 100 рублей. Там внутри непонятно что. Ты когда ешь, это чувствуешь. И давайте немножко поотвечаю на вопрос. Вопросы я беру с комментариев видео про KFC. Если вы тоже хотите задать вопрос, то пишите именно под этим видео. Я вот листаю и смотрю, на какие вопросы я ответила. А какие еще остались. Вот такой вот интересный вопрос от Арианы. Арианы223. Айка, с чего начать и как стать мукбанкером? Расскажи, пожалуйста, свое начало и какие ошибки ты допускала. Начинать в любом деле сложно. Не только в блогинге. Вы открываете магазин, ресторан. Любое дело, которое вы начинаете, сложно в начале. Просто я считаю так. Если у вас долгое время по одной тематике нет просмотров, попробуйте поменять направление. Например, изначально я снимала про косметику. И дело не в том, что эта сфера прям забита под завязку. Но я помню, когда я начинала, начинала еще одна девушка, у которой сейчас более 200 тысяч. И она бьюти-блогер. Так как я краситься так особо не умела. Просто это была не моя сфера. Потом я поменяла формат на мукбанке. И дело пошло. Я имею в виду, дело не идет. И там подразумевается, если у вас даже тысячу просмотров не набирает. Мы идем. Для начала вам нужно набрать тысячу подписчиков. И четыре тысячи часов. Чтобы начать хоть как-то зарабатывать. И чтобы видео купались. Я этот показатель очень быстро набрала. За три месяца. Но мой канал очень долго был на проверке. Но все это время я снимала материал. Минимум два видео в неделю у меня выходило. Любое дело сложно начинать. Например, у нас около дома есть KFC. И он, можно сказать, где-то три года вообще пустовал. Туда никто не заходил. И они все равно не закрылись. Они закрылись. Знаете, почему? Потому что были другие филиалы KFC. Которые могли покрыть расходы этого филиала. Когда не смотрела, вижу пусто. А там стекла такие прозрачные. Сидят как в аквариуме. То есть все видно. Я думаю, вот когда они закроются, вроде никто туда не заходит. Но они продолжали работать. Недавно, когда Шелли зашли, так много народу там было. Прямо сесть негде. А сажали там через стол. То есть за каждый стол не сажали просто. Или, например, Burger Station. Обалденное было заведение. Которое мы пиарили постоянно. Но, к сожалению, у них не пошло дело. А чтобы дать шанс своему бизнесу, продолжать, нужны деньги. За аренду, за персонал, за свет, за газ. За все надо платить. А откуда платить, если клиентов нет? То есть тут, знаете, не угадаешь. У кого-то прям так прет, все хорошо идет. У кого-то не очень. Я вам говорила, да, я смотрела блогера раньше. Сейчас это тема косметики мне прям конкретно надоела. И прям не хочется. Я не могу себя заставить это смотреть уже. Немного поменяла формат. Ютубчик все равно, конечно, смотрю. глажу мою посуду. Не обязательно телефон включен. Именно Ютуб. Тикток это просто постоянно в руках должен быть телефон и Инстаграм. А Ютуб хорошо длинные видео включил, положил, смотришь и делаешь какие-то свои дела. Поэтому для начала нужно запастись терпением, свободным временем и, конечно, денежными ресурсами. Потому что любое видео, которое вы будете снимать, для этого нужны какие-то финансовые затраты. Мук банки каждый раз разнообразная еда, вкусная. Доставки. Вы же не можете постоянно супчики есть. Очень вкусная пицца. Ссылочку я вам оставлю на рецептик. Следующий вопрос. Тут он очень длинный. Я просто сокращу и перескажу его. Хочу ли я что-то в себе изменить в ближайшее время. Я хочу поменять форму подбородка. То есть я хочу вколоть сюда немножко гиалурона и чтобы подбородок был вот такой вот чуть-чуть. Ну, посмотрим. Это еще не точно. Но есть у меня такие мысли. Чтобы лицо было такое овальным. А еще я бы очень хотела севенера. Белые прибелые зубки. Ну, не совсем, знаете, такие зубы, как у Ивлеевы. Хотела, чтобы это был бы самый светлый из натуральных. Вот. Зубы, конечно, хотелось бы. Хотя я носила брекеты и вроде как они у меня неплохие, но все равно под некоторым освещением они кажутся желтыми. так что такие мысли есть. Ну, посмотрим. виниры это просто очень дорого. За виниры нужно заплатить как за одну машину. Причем не советский автопром, а за иномарку. Это у нас еще стоматология недорогая. Я просто представить боюсь, какие цены в России на виниры. А какие в Европе. А так, из мелочей хочу немного подстичься. уже который месяц думаю насчет микроблейдинга. Боюсь, что не понравится. А так, в общем и целом, меня полностью устраивает моя внешность. Сейчас вот кожа стала лучше. Прям чувствую себя намного увереннее. Даже когда тон наносишь, прям вот BB-крем нанесла буквально. Нету вот этих вот выпирающих прыщей. Особенно с этой стороны много воспалений было. Все-таки я за изменение себя. Если человек чувствует себя как-то некомфортно, хочет стать лучше, я не вижу ничего похожей. Например, раньше у меня на руках очень много было волос. и это меня жутко беспокоило. Сейчас таких проблем вообще нету. Вопрос от Аиши Бек Первый. Ешь ли ты свинину? У нас вообще в Азербайджане особо свинина не продается, насколько я знаю. У нас продается говядина, баранина, но свинину я лично не видела. Возможно, где-то есть, так как большинство людей не едят свинину. Я ела один раз свинину. Это мне было лет 11. Делали шашлыки. Нет, чуть-чуть постарше я была. Я, по-моему, была на дне рождения одноклассницы. И там как бы на столе лежали шашлыки. Я даже не знала, я поела. Я не почувствовала, что это свинина или это другое мясо. Возможно, я была ребенком. Это было как-то случайно, сейчас целенаправленно я свинину не ем. Не знаю, почему именно мусульманам нельзя есть свинину. Напишите в комментариях, кто знает. Говорят, что свинина по ДНК очень похожа на человеку. И это типа ты ешь людей. А еще это очень грязное животное. Вроде у нас сосиски на них написано галал. То есть это без свинины. Вообще, я считаю, было бы круто, если бы все отказались просто от мяса. От любого. Я однажды хотела отказаться от мяса. Даже неделю не ела. Я рыбу ела. но только не ела мясо. Там баранина, говядина. Потом потихоньку отказалась от курицы. Мама была категорически против. Мама устраивала истерики. Что тебе нужно мясо. 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 В общем, дома меня переубедили. Мы объяснили, что если даже я не буду есть мясо, получается, люди не будут разводить скотину. Например, если мы все откажемся от мяса, то этих животных не будут разводить и, следовательно, они все равно не будут жить. Такие вот моменты. я как бы не получила поддержку домашних. Я как бы решила отказаться от этой идеи. Но меня всегда умиляют. Мне нравится по энергетике вегетарианца. У нас на прошлой работе была девушка просто доброй души человек. Просто настолько она, знаете, вот божий одуванчик. Вот понятное дело, почему она стала вегетарианкой. Потому что ей жалко животных и она была очень неэгоистичным человеком. И что меня больше всего раздражало у нас на работе, каждая шутка над ней была в том, что собирайся, пойдем, я тебя с шашлыком накормлю. Ну, типа так шутили над ней. Говорили, вот у тебя какие-то голодные глаза. Я считаю, что это в корне неправильно. Мы же над мусульманами не прикалываемся, что давайте свинину дам, поешь нормально шашлычка. А зачем чувство вегетарианца или вегетарианки как-то так задевать? Я считаю, это в корне неправильно. Вот. Но сама, к сожалению, пока что не смогла к этому прийти. Но я очень люблю животных. У меня есть такая мечта. я очень хочу взять бездомного песика к себе домой в квартиру. Не именно купить пса, который и так и так будет жить счастливой жизнью, а приютить именно бездомного какого-то. Просто хочется сделать доброе дело, а не показать людям, смотрите, у меня дорогой шпиц. Вот. Такая вот у меня позиция. На этом все. Я наелась. Всех люблю. Целую.